Сегодня на территории военного городка состоялась торжественная церемония принятия военной присяги. Каждый из трести восьми новобранцев, покидая строй, произнес важные слова и дал клятву защищать Родину. Я клянусь беречь и приумножать боевые традиции православных защитников Родины. Я клянусь добросовестно изучать военное дело и бережно относиться к народному добру. Всеми силами способствуются в плане нашего национального состояния. После торжественного обещания с честью и достоинством выполнять воинские обязанности и вступление в ряды национальной армии прозвучал гимн Республики Южной Осетии Государства Алания. Мероприятие прошло под руководством министра обороны гвардии генерала-лейтенанта Ибрагима Гасеева. На торжественном мероприятии присутствовал Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Президент также отметил, что традиция осетим в военной службе богатой. Примеров мужества, стойкости, героизма у нашего народа много. В ходе боевых действий старшее поколение стало образцом отваг и мужества. Среди биографии, среща артеках шептен. Хмм изгод кеннен. Амм иллумаг еске. Смахан дар. Транжина Дуджин. Шмай. Хи шенаялчи дар. Мафахудина га. Амм и эрест туновсадта. Фи дар. Амм Размагедва. Мы хотим, чтобы мы были в этом зоне ламбинок, зоне морковь, и мы не можем, чтобы мы были в этом зоне ламбинок. Мы не можем, чтобы мы были в этом зоне ламбинок. Ранее новобранцы прошли начальную войну подготовку по программе курса молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. Они выразили слова благодарности администрации сборов за их бесценный вклад и опыт в обучение молодого пополнения в военному делу. Во время прохождения курса молодого бойца и подготовки к принятию военной присяги мы не до конца осознавали важность этого ритуала. Военная присяга – это клятва на верность Родине и готовность молодого воина верой и правдой служить своему народу. Добрые пожелания и напутственные слова солдатам срочной службы пожелали их родные. Принять присягу – это уже быть солдатом. Мой сын после окончания школы очень хотел пройти военную службу, и он оказался здесь. Я от имени всех родителей желаю этим солдатам крепкого здоровья, терпения и сил. Мы уверены, родители, что наши ребята, сыновья, пройдут достойно, добросовестно и честно свою службу. В завершении мероприятия почетный караул новобранцы и подразделения Минобороны прошли торжественным маршем. Новобранцы сделали памятные снимки с президентом республики, руководством Минобороны и родителями. Эдея Ефимкина, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Специально для программы «Неделя». Субтитры создавал DimaTorzok